Продолжение следует... Продолжение следует... Мы понимали, что будет трудный матч, настраивались и в общем-то так и получилось. Но тут не надо быть гадалкой, чтобы так угадать. Давайте вопросы. Спасибо. Пожалуйста. Кто первый? С победой, во-первых, посягой сложной после серии, неудачной. Но вот вопрос вызвал розыгрыш угловых. Получается, что много вы разыгрывали угловые, не навешивая штрафную сразу. И даже в одном случае, минут за пять до конца была потеря. С чем связывается? За пять минут до конца матча? Да. Ну смотрите, когда из-за одного вара добавили восемь минут, мы... Ну на самом деле такой задачи не было, но немножко своим построением провоцировали они нас на такие действия. У нас была возможность подать. И знаете, если вы сейчас вспомните момент Рассказова, мы просто должны были забивать гол после розыгрыша. Поэтому, да, давайте все-таки не говорить, что это плохо. Не так много у нас людей, которые могут перепрыгнуть на подзащитников соперника. Я думаю, что средний рост центральных защитников, которые вышли в стартовом составе, был примерно метр девяносто семь. Трудно нам было с ними играть так, чтобы с позиции силы каким-то образом подавать угловые. Мы наигрывали какие-то моменты, честно. У нас был очень хороший момент, который мы могли реализовать. Но в целом, наверное, не всегда на стандартах решаются матчи. Вот в сегодняшнем матче то же самое. Игорь Иванович, вы начали уже говорить про добавленное время. Не сложилось ли впечатление, что сегодня вам пришлось играть не только с Ахматом, но и с еще третьей силой, которая почему-то тоже болела за соперника? Вы только про компенсированное время делаете? Нет, я и про пенальти, и про отмененный гол, и про назначенный пенальти, и про неназначенный пенальти. Перечисляйте, я еще там был. Давайте дальше. Тем не менее, смотрите, несмотря на то, что сегодня столько всего было против, сегодня команда показала характер, показала даже какую-то зрелость и мудрость в концовке, когда надо было возле угловых потолкаться в конце и так далее. Что-то изменилось внутри команды, может быть, или время лечит, как вы говорите, и так далее? То есть, наконец, мы увидели ту команду, которая способна выгрызать очки, бороться до последнего, противостоять обстоятельствам и так далее? Во-первых, время лечит всегда. Иногда быстрее, иногда медленнее, но точно всегда. Во-вторых, никто мне не докажет, что матч с ЦСКА был с нашей стороны плохой. Да, нам не повезло в концовке, что там было опять. Нам не повезло, но, поймите, от немножечко фарта, от вот таких вот нелепых каких-то мячей застраховаться нельзя. Тренеры могут готовить только вот непосредственно команду, и я считаю, что команда после сложного момента и игры с Акроном хорошо сыграла в ЦСКА. Показала, что она может психологически восстанавливаться после самых сложных ситуаций жизненных. И хороший матч, просто он был безочковый. Я ни разу никому не сказал и с футболистом какие-то слова, что мы там неплохо играли, не боролись, не настроились. А непосредственно играть, ну, я думаю, что, я считаю, что мы умеем. Да, мы не «Зенит», не «Спартак», но мы умеем играть. И сегодня, наверное, в целом, если вот так абстрактно смотреть на созданное в течение игры, я думаю, что мы были действительно ближе к победе. Хотя очень мотивированный был Ахмат, наверное, даже более мотивированный, судя по таблице, чем мы. Вот, у них очень амбициотное руководство, команда, и вот этот накал мы, конечно, понимали, что он будет. Пожалуйста. Заключительная пресс-конференция. Вы планируете встретиться с болельщиками? Они как много сделали для вас в этом году? Успеете встретиться? Есть возможности? Ну, об этом еще не было, как бы, разговора никакого. И, наверное, знаете, сейчас какие-то процессы в клубе еще происходят. Очень важно, чтобы эти процессы уже стали для всех понятны. Тогда нам надо действительно и поблагодарить, и успокоить болельщиков, и сделать так, чтобы мы, ну, какие-то там определенные вещи, наши правила, условное поведение друг с другом, ну, то, как мы общаемся с друг с другом, чтобы мы это все восстановили. И нам надо было просто дальше помогать друг другу, им получать удовольствие, как в этих матчах. А они, ну, всегда верили в нас, и, конечно, за это им огромное спасибо и благодарность. Вот. Ну, а сейчас у нас просто в оставшиеся там уже менее двух недель у нас два выездных матча. Так еще сложно логистически там с Ростовом матч буквально даже не за день, как обычно, а за два дня после игры мы выезжаем. Ну, насыщенные у нас эти будут две недели, вот. Но никогда от встречи с болельщиками я не отказывался, ни в каком-то глобальном клубном, так, для встречи как бы вот с позиции клуба не может быть там какие-то, когда я один там, они команда отвечает на вопросы. Никогда я не отказывался, ни от какого разговора, и думаю, что я таким открытым для них и останусь. Еще один вопрос. В 600-м матче важно было победить? Спасибо, что напомнили. Очень важно. Но я не помнил про 600-й, хотя и читал. Ну что, все тогда? Закончил? Спасибо. Спасибо.